Добрый день, рада вас видеть. Хотела бы немножечко рассказать о нас. Мы находимся в Волгограде, Волгоградский онкологический диспансер. В зале присутствуют доктора химиотерапевтического отделения номер один, химиотерапевтического отделения номер два и доктора дневного стационара. Меня зовут Бабина Ксения Геннадьевна. У меня буквально пару слов вступительных. В прошлом году у нас было мероприятие по обсуждению заболевания печени. Это вызвало просто горячую дискуссию в наших рядах. И поэтому мы решили повторить данное мероприятие, наверное, уяснить какие-то вопросы, которые мы для себя не открыли в прошлом году. Надеемся на то, чтобы нам прояснить какие-то вопросы для нас непонятные. Рада вас приветствовать и готовы полностью во внимании вас слушать. Хотела бы для коллег представить научный комитет, который, собственно, будет делиться с нами знаниями. Это Покатаев Илья Анатольевич, он же модератор данного мероприятия, руководитель службы химиотерапевтического лечения КБУС Волгоградской клинической онкологической больницы номер один города Москвы, доктор меднаук. Феоктистова Полина Сергеевна, заведующая отделением химиотерапии Московского клинического научного центра имени Логинова, кандидат меднаук, и врач-онколог дневного стационара городской клинической онкологической больницы города Москвы Пикулев Дмитрий Сергеевич. Добрый день. Добрый день. Спасибо большое, Ксения Геннадьевна, за приглашение, за приветственное слово. Я предлагаю начать. У нас сегодня три сообщения по графику. И мое сообщение первое, оно будет посвящено то и каким новым вещам, которые прозвучали в последние годы, и которые немножечко не ломают парадигму лечения этих пациентов, но вносят некоторые уточнения в то, как мы их ведем. Если мы посмотрим на клинические рекомендации, я хотел спросить, видно ли слайда и нормально ли меня слышно? Отлично. Спасибо. Спасибо. Если мы посмотрим на международные клинические рекомендации, да какие бы ни посмотрели, вот для примера НССН, то мы, в принципе, говорим о чем? О том, что для локальных стадий, то есть стадий, ограниченных печенью, скажем, для промежуточной стадии по барселонской классификации, стадий BCLCB, у нас основной метод лечения – это локальная терапия, абляция или чаще всего артериальная химиомблизация, лучевая терапия может рассматриваться в некоторых ситуациях. И системная терапия про запас. Если мы говорим про метастатический процесс, когда есть экстрапеченочные проявления заболевания, или при распространенном поражении печени, например, когда есть макрососудистая инвазия, то, прежде всего, опциями лечения является системная терапия. Эти рекомендации, они, в принципе, существуют достаточно давно, и вот в этом плане не меняются. Хорошая идея, конечно, совмещать локорегионарное лечение, химиомблизацию и системную терапию. Такие исследования проводились неоднократно, вот нетрудно видеть, с 2010 года публикации мы видим, и большинство исследований были негативными, не давая самого главного – увеличения продолжительности жизни пациентов при сочетании химиомблизации и системной терапии. Но при этом стоит принять во внимание, что в основном это были пациенты с промежуточной стадией, и они в качестве системной терапии получали препарат серафенип. А сейчас у нас есть намного более эффективные опции системного контроля, чем серафенип. И несмотря на то, что вот эти рекомендации международные, они существуют достаточно давно, вот был проведен опрос клиник, которые занимаются гептоцеллярным раком, которые умеют его лечить. Это азиатские были страны, страны Западной Европы, Северной Америки, и именно те центры, которые являются экспертами по гептоцеллярному раку. И в результате опроса они получили, что хоть это стадия BCL-CB, хоть это стадия BCL-CC, то есть распространенная стадия, все равно основным методом лечения этих пациентов остается химиомблизация. Вот эта позиция на момент 2015 года, когда были опубликованы клинические рекомендации, она существовала, когда были опубликованы результаты этого вопроса, прошу прощения, она существовала. То есть доктора считали, что главным методом лечения этих пациентов является лечение, направленное на контроль заболевания в печени, даже если этот процесс имеет экстрапеченочные проявления. И в принципе обоснование у этого есть, потому что первичный опухоль влияет на функцию печени. А это пациенты еще и коморбидные, у них цирроз предсуществующий, и в зависимости от стадии цирроза, от декомпенсации печеночной функции, мы вообще рассматриваем этих пациентов как куративных, или как пациентов, которые только симптоматическое лечение могут получать. И прогрессирование заболевания именно в печени является основной причиной смерти этих пациентов, несмотря на наличие экстрапеченочных проявлений заболевания. И кроме того, возможно, что есть какой-то аддитивный эффект или синергизм между системным лечением и химиобилизацией. Очень интересно, в этом году на ASCO Gastrointestinal в январе были представлены результаты исследований. Это было китайское исследование, в котором включались пациенты с распространенной генаписулярной карциномой, со стадией BCLCC. Размер узлов внутри печени не должен был превышать 10 см. С охранной функцией печени эти пациенты анонизировались в группу химиоэмболизации в сочетании с ленвентенибом или в группу контроля, в группу ленвентениба. То лечение, которое по стандартам рекомендации должно было быть показано. Вот алгоритмы их лечения. То есть пациенты начинали ленвентениб, и в течение дней, одного дня, им начинались процедуры химиоэмболизации. Принципиально в этом исследовании была не одна процедура химиоэмболизации, а повторяющиеся процедуры по клиническим показаниям для достижения максимального контроля заболеваний в печени. Исследование показало, что есть частота объективных эффектов на сочетании химиоэмболизации и ленвентениб в два раза больше, чем на ленвентенибе. И это реализовалось в увеличении отдаленных результатов лечения. Увеличилось время беспрогрессирования и увеличилось продолжительность жизни. Под анализ этого исследования показал, что выигрывают все пациенты вне зависимости от АФП, вне зависимости от этиологии, ГЦР, вирусный, невирусный, какой вирус, вне зависимости от наличия или отсутствия макроваскулярной инвазии. В общем, все пациенты выигрывали в рамках опухоли больше 5 сантиметров тоже выигрывали от добавления химиоэмболизации. Ну, естественно, по критериям включения это были пациенты с опухолем меньше 10 сантиметров в диаметре. Что дало к тактичности химиоэмболизации? Она дала то, что мы, в принципе, и ожидали от нее получить. Видите, это постэмболический синдром повышения ферментов, гипербилирубиномия, тошнота, рвота, лихорадка. В общем, все то, что обычно сопутствует вопросам, процедурам, связанных с химиоэмболизацией. А вот токсичность специфически для ленвантениба она была примерно такой же, как просто на ленвантенибе. То есть как бы токсичность не пересекается. От ленвантениба, пожалуйста, артериальная гипертензия, там все остальные дела, а для химиоэмболизации своя токсичность, она не пересекается, что делает эти методы абсолютно совместимы между собой по токсичности. И это, в принципе, мы знали и раньше на примере всех вот этих опытов исследований с сарафенибом. Вот. И когда мы интерпретируем результаты этого исследования, мы должны, вот мне понравился пример, который был обозначен дискутантом, который комментировал результаты этого исследования на АСКО-ДЖАЙ. И вопрос возникает в том, какие пациенты нуждаются в дополнении к системной терапии локальных методов лечения, например, химиоэмболизации. Правильно сказать, что это одна из опций. И вот опция добавления химиоэмболизации может обсуждаться на консилиуме для каждого конкретного пациента. А кто на нее больше всего подходит? Пациент, у которого там солитарный очажок в легком, и при этом болезнь набита в печени. Да? Это одна ситуация. А может быть на нее... А подходит ли на нее пациент, у которого множественные метастазы в легких, и опухоль в печени одна только, и она занимает там небольшую долю здорового паренхема печени, а может быть и большую, но это опухоль больше 10 сантиметров, а химиоэмболизация у таких опухолей при таких размерах опухоли неэффективна. Подходит ли такой пациент для сочетания двух методов лечения? Или вот пациент номер три. У нее тоже BCLC, C-стадия, то есть распространенный процесс, но он распространен за счет макрососудистой инвазии воротной вены, а не за счет метастазов за пределы печени. Может быть, этот пациент больше всего подходит для химиоэмболизации и на сочетании с системной терапией. И, в принципе, этот вопрос дискутабельный, который, наверное, требует обсуждения на консилиумах с участием химиотерапевта и хирургов, которые занимаются вот этими мини-инвазивными процедурами химиоэмболизации. И возможно, что пациент, который исходно не подходит для химиоэмболизации в процессе лекарственного лечения, может на нее претендовать. Возможно, разные сценарии, но принципиально мы впервые на большом материале увидели, что это может работать. По промежуточной стадии стандартным лечения является химиоэмболизация. Да, она обеспечивает контроль, она может повторяться, длине есть показания. И большинство пациентов со стадией BCLCB это пациенты для химиоэмболизации печени. Пытались заменить химиоэмболизацию системной терапии серафенивом. Особенно выигрышным казалось категория пациентов с макрососудистой инвазией. Оказалось, что нет, все равно как-то химиоэмболизация лучше для этих пациентов, чем серафенив. Но есть и противопоказания для нее. Есть абсолютные противопоказания. Стадия CHIL-PUC, декомпенсированный цирроз, большое поражение печени и многие другие ситуации, которые чаще всего, как правило, являются противопоказанием для любого другого метода лечения. Но есть и относительные противопоказания. Например, отсутствие эффекта от химиоэмболизации после двух, например, сеансов. Или размер опухоли больше 10 сантиметров. Например, в Москве рентгенхирурги не берут таких пациентов на химиоэмболизацию. Они требуют, чтобы мы начинали их с системного метода лечения лечить. И некоторые другие ситуации, где химиоэмболизация не идеальный метод лечения. У таких можно подопробовать системную терапию. И раньше был серафенип, а сейчас есть более современное лечение. Например, под Анаэс рефлект показал, что линвантенип намного эффективнее, чем серафенип при, в том числе, и стадии BCLCB. Это наглядно видно и по частоте объективных эффектов, и по времени без прогрессирования. Собственно, отеза БЕФ тоже лучше, чем серафенип при стадии BCLCB. Но об этом я говорить в своем докладе не буду. Это тема для следующего доклада. И вот было проведено исследование, как раз сравнивали линвантенип с химиоэмболизацией. Это было не нераномизированное исследование. Часть пациентов набиралась проспективно, часть ретроспективно. Это было нераномизированное исследование. Она дала очень интересные результаты. И в чем была его суть? Это были пациенты, да, со стадией промежуточной. Болезнь только внутри печени. Но эта же болезнь может быть разная. Стадия BCLCB, промежуточная стадия, очень гетерогенная по своей структуре. Вот, пожалуйста, в отделенном выделены оптимальные кандидаты для химиоэмболизации печени. Вполне можно посчитать количество очагов. Очаги не крупные. А вот возьмем очаг больше 10 сантиметров. Или возьмем ситуацию, когда вся печень набита мелкими очагами. Местами сливными, местами изолированными. И есть такие критерии до 7. Они исходно были разработаны, эти критерии АПТУС-7, до 7 для позиции химиоэмболизации, для позиции трансплантации, мол, расширения меланских критериев, но были успешно переняты и с позиции интервенционной радиологии, и ими активно пользуются. Так вот, суть этих критериев, это берется в сумме размер максимального по размерам очага в сантиметров, и к нему прибавляется количество всех очагов, которые в печени у пациента есть. Она применима, эта классификация, только для нераспространенной стадии, то есть болезни, которые локализуются только в печени, и, мол, если это не больше 7 сумм получается, то это плохие кандидаты для химиоэмболизации, и для них нужно рассматривать альтернативные варианты лечения. Даже были идеи, это, правда, не прижилось, сделать подстадии в рамках BCLC-B стадии и выделить как раз BCLC-B2 стадию, где, вроде, сохранная функция печени, нету экстрапеченочных, нету тромбоза воротной вены, но это находится вне миланских и критериев до 7. И вот как раз эти пациенты и анализировались в этом исследовании. И оказалось, что линвантинит, по сравнению с химиоэмболизацией, дает намного больше частоту объективных эффектов, 73%, и дает намного большую вероятность выживаемости без прогрессирования. Собственно, химиоэмболизация и время без прогрессирования в этом исследовании составило 3 месяца. 3 месяца время без прогрессирования означает полную несостоятельность химиоэмболизации при критерии, несоответствующим критериям до 7. Абсолютно неэффективный метод по данным этой работы. А линвантинит давал достаточно длительную выживаемость без прогрессирования, 16 месяцев. Общая продолжительность жизни на линвантинит была больше, существенно больше, чем на химиоэмболизации. И, конечно, качество жизни и вот такой показатель, как функция печени на группе линвантинит страдала меньше, чем при применении химиоэмболизации. Тоже важный момент, потому что проводя повторные процедуры химиоэмболизации, мы всегда вызываем постэмболический синдром здоровый паранхем печени страдает и в конце концов может перейти это состояние из ЧАЛ-ПЮА в ЧАЛ-ПЮБ, из ЧАЛ-ПЮБ, из ЧАЛ-ПЮС и закрыть все перспективы системного лечения в последующем. А вот начало лечения с линвантиниба этих пациентов никак не приводило к ухудшению функции печени в динамике. И в этом плане это исследование является скорее, конечно, не change of practice, но какой-то такой гипотезогенерирующим исследованием о том, что какие-то пациенты могут успешно начинать лечение даже при промежуточной стадии системных методов лечения. Например, с линвантиниба, а может сатезолизумаба и биоцизумаба. Вот. И на фоне эффекта этих методов лечения химиомболизация как опция. Она может повторно обсуждаться на повторных консилиумах для этих пациентов. И это, в принципе, закреплено. Я имею в виду системное лечение промежуточной стадии. Если есть основания отложить или отменить химиомболизацию, это закреплено в наших клинических рекомендациях. И потихонечку меняются вот эти алгоритмы лечения гипотезолярного рака и применяются системные лечения при басилонской классификации B-стадии. И применяются чаще локальные методы лечения при распространенной стадии заболевания. В некоторых ситуациях у отобранных пациентов особенно на фоне эффекта системного лечения. Благодарю вас за внимание. коллеги, если есть вопросы, то давайте задавать их через чат или может быть Ксения Геннадьевна их озвучит, если они есть в аудитории. Или я тогда передам слово Полине Сергеевне, а вопросы мы обсудим потом. Пока у нас вопросов нет, спасибо большое за презентацию. Тогда я передаю слово Полине Сергеевне Феоктистовой с докладом по современным аспектам терапии распространенного гепоциллярного рака. Большое спасибо, Илья Анатольевич. Очень приятно принимать участие в сегодняшнем вебинаре. И я, если честно, когда посмотрела на название доклада Илья Анатольевича, была очень заинтригована. И поэтому с большим удовольствием все прослушала. На самом деле очень интересная информация. Таких больных, конечно, наверное, вот мне просто интересно, если готова ответить, а насколько много у вас таких пациентов с гепатоциллярной карциномой? Ну, на противную комиссию у нас приходит около 80 пациентов в год, наверное, по области. Из них 30 процентов это сразу некурабельные пациенты. То есть это BCLCD получается, да, стадия, тех, которых вы направляете, в общем-то, на палеоативное лечение? И, соответственно, остальных пытаемся назначать лекарственные методы лечения системы. А если пациент нуждается в трансартериальной химиоэмболизации, либо в любом локорегионарном воздействии, в операции, вы направляете его в федеральные центры или у тебя делаете? С прошлого года у нас есть отделение, которое занимается химиоэмболизациями, и не могу точно сказать, именно данную патологию лечили они или нет, но, собственно, какой-то опыт они там наращивают. Большое спасибо за ответы. И, на самом деле, гепатоцеллюлярный рак, это, вроде бы, не такая распространенная действительно болезнь, но болезнь, которая доставляет всем массу неприятностей. Видно мои слайды? Перемещаются они? Все хорошо видно. Да, отлично. Ну, вот, в частности, по данным Всемирного агентства по изучению рака, в 2020 году мы видим, что в структуре общей заболевания заболеваемости рак печени, то есть мы статистически учитываем рак печени как единую опухоль, но, поскольку мы знаем, что гепатоцеллюлярная карцинома это наиболее часто встречаемая опухоль, то, наверное, можем говорить о том, что это преимущественно все-таки гепатоцеллюлярная карцинома занимает не столь высокую позицию, зато в структуре смертности, посмотрите, эта опухоль значимо выше и находится на третьем месте. И вот что касается барселонской классификации. На самом деле на слайде представлена та барселонская классификация, принятая в 2018 году, которая есть во всех наших клинических рекомендациях. И надо сказать, что барселонская классификация это по сути вот такой алгоритм руководства к действию, что делать с пациентом с гепатоцеллюлярной карциномой. Поскольку в этой классификации учитывается распространенное заболевание, степень компенсации цирроза и так или иначе учитываются прогнозы пациента в ответ на тот либо иной метод лечения. Но давно уже обсуждалось, Илья Анатольевич говорил вот об этом и в общем-то показал, насколько может быть разным лечение в промежуточной стадии барселонской классификации то есть BCLCB и это действительно так и вот в этой старой редакции, которой мы все еще пользуемся, здесь все-таки BCLCB представлена как единая стадия, но тем не менее эта стадия крайне гетерогенная и здесь есть пациенты, которые могут подойти на трансплантацию печени, если учитывать расширенные критерии, здесь есть пациенты, которые подойдут именно для лопорегионарного воздействия и здесь есть пациенты и вот здесь вот эта стрелочка показывает именно говорит о том, что здесь пациенты, которые подойдут именно для системной терапии и в общем-то Илья Анатольевич тоже говорил сегодня об этом, говорил о том, насколько они могут выиграть от системного лечения и вот, пожалуй, все-таки комбинация именно трансартериальной гемиомболизации и системного лечения это вот наиболее такой метод, который будет дальше в дальнейшем развиваться и будет приносить наибольшую пользу этим пациентам. И на самом деле вот эта версия барселонской классификации немножко устарела еще и потому, что если вот вы посмотрите на ту продолжительность жизни, которая обозначена, то это та продолжительность жизни, которая давали препараты до, скажем, сарафинид, линвотинид до внедрения новых терапевтических опций, поскольку сейчас я это покажу дальше и думаю, что вы об этом уже и знаете, но мы закрепим знания, поскольку сейчас, конечно, те терапевтические опции, которые существуют, в результате их применения общая выживаемость пациентов с распространенной стадией, она значимо больше и соответствует уже медиана ее соответствует двум годам и более, соответственно. Ну и вот, да, еще раз подтверждение того, что барселонская классификация это не просто классификация, это, собственно говоря, такой прогностический критерий, сколько проживет ваш пациент, каков у него будет прогноз дальнейшего лечения. Помимо барселонского лечения, когда мы встречаем пациента с гепатоцеллюлярной карциномой, и если мы понимаем, что рак у него развился на фоне печени, цирротически измененной печени, то мы обязательно используем классификацию Child Pugh, которая, собственно говоря, есть калькулятор, спокойно можно отстадировать пациента, не все критерии достаточно стратифицированы, но степень тяжести энцефлопатии иногда вызывает затруднение, но тем не менее, вполне можно определиться, какую категорию у вас попадет пациент. И вот надо сказать, что в новой версии барселонской классификации, помимо тех критериев, которые были показаны, и помимо стандартных критериев, есть также, учитывается классификация Child Pugh, и учитывается AlbiScore, это более легкий параметр, более легко высчитываемый, в котором вам нужно всего лишь два критерия, ввести в шкалу, опять же, калькулятор есть, он доступен, это пелирубинный альбумин, и вы получите показатели, на основании которых вы сможете определиться с прогнозом вашего пациента и с тем, насколько интенсивно вы можете его лечить. Далее, переходя уже к теме системного лечения гепатоцеллюлярного рака, надо сказать, что многие годы с 2008 года, с момента публикации результатов режима ШАРП, исследования ШАРП, с нами препарат Сарафиниб, который является калуном, золотым стандартом, дальше все исследования проводились в сравнении именно с Сарафинибом, большинство, скажем, исследований проводилось именно в сравнении с Сарафинибом. В 2018 году к Сарафинибу присоединился препарат Ленватиниб, о котором сегодня также говорил Илья Анатольевич, и надо сказать, что эти препараты мы можем использовать не только в плане системного лечения распространенной стадии, но и в плане лечения BCLC, бивод. Об этом нужно помнить обязательно. И надо сказать, что Ленватиниб сравнивался с Сарафинибом, исходно исследование Рефлект было призвано доказать, что Ленватиниб не хуже, но результаты исследования показали, что препарат не только не хуже, но даже и лучше, чем препарат Сарафинид. Далее буквально последние два года это исследование, о котором я сегодня буду говорить чуть больше, это исследование препаратов, комбинация препаратов от Тезолизумаб и Бевоцезумаб в сравнении с препаратом Сарафинид. И здесь, конечно, уже совершенно другие потрясающие результаты общей выживаемости. Мы видим, что первая общая выживаемость при использовании комбинации составила медиана общей выживаемости составила 19-2 десятых месяца и это значимо лучше по сравнению с использованием одного только Сарафинида. Также лучше безрецидивная выживаемость и частота объективных ответов при использовании комбинации также очень высокая. И незарегистрированная в Российской Федерации опция это использование Ниволумаба по данным результатов исследования третьей фазы в принципе Ниволумаб также показал себя неплохо но в сравнении с комбинацией несколько туже. И вот если смотреть американские рекомендации то здесь мы видим что Ниволумаб мы можем использовать только в той ситуации когда по каким-то причинам мы не можем назначить пациенту теразинкеназные ингибиторы либо комбинацию препаратов но у этого препарата есть одно небольшое преимущество что его можно применять при степени компенсации цирроза печени соответствующей child пью-би это бывает значимо важным для пациентов с распространенным гепатоцеллюлярным раком ну а так в приоритете комбинация препаратов это залезумаб и биоцезумаб в качестве первой линии противоалпоколевой терапии системной распространенного гепатоцеллюлярного рака в российской федерации наши рекомендации выглядят следующим образом собственно говоря все те же возможности противоопухолевого лечения с использованием комбинации препаратов или ингибитор тирозинкеназных ингибиторов либо препарата неволумаб и вот далее я бы наверное хотела еще раз вовлечь аудиторию в такой небольшой опрос и все-таки спросить если вот вы встречаете пациента а не у вас есть ли пациенты распространенные неоперабельные гепатоцеллюлярные парциномы то какую же опцию системной терапии вы предпочтете в качестве первой линии есть у нас возможность запустить опрос есть возможность я надеюсь что опрос идет и если есть возможность то пожалуйста ответьте потому что на самом деле это очень интересно ну просто у нас врачи сидят в аудитории и каждый из них не в приложении поэтому они не могут хорошо давайте я могу рассказать скажем так у нас в принципе опция отеза беф сарафини не ваше и 1 1 1 1 1 вот как-то так мы распределяем их потому что ксг выставление счетов а почему вы используете эту схему больше чем другую это вопросы наших страховых компаний поэтому мы должны использовать весь наш портфель и мы его пытаемся использовать ну надо сказать что и в Москве не все просто с назначением комбинации вот надо сказать но эта возможность все-таки есть но у вас она покрывается ксд правильно понимаю покрывается и плюс но в прошлом году у нас было клиническое исследование где пациенты могли получать эту опцию не в рамках ОМС и по большей части вот там было включено 4 пациента они получали причем с очень хорошим эффектом в клинической исследовании ну вот если посмотреть на результаты опроса то все-таки ну наверное если исходить из ситуации когда все доступно и мы можем позволить себе абсолютно все то большинство все-таки ответило что в первой линии лечения предпочло бы комбинацию препаратов давайте двигаться дальше у меня чуть не подключаются слайдики нужно видимо отключить опрос отлично теперь быстро переключаются и вот переходя все-таки к данным к опубликованным данным метаанализа можно сказать что те кто ответили что отезосбева это предпочтительная опция в лечении пациентов распространенным гепатоцеллюлярным раком не одинокий вот посмотрите было включено 27 исследований почти 1400 статей и в анализ были включены практически все известные опции лечения гепатоцеллюлярной карциномы и комбинация отезосбева все-таки вызвала наибольший интерес и показала наилучшие результаты по показателю общей выживаемости выживаемости без прогрессирования но комбинация препаратов продемонстрировала более часто прекращение лечения связанное с нежелательными явлениями а на втором месте был препарат лендотеник который выиграл по частоте объективных ответов и занял второе место по выживаемости без прогрессирования и что касается исследования регистрационного исследования комбинации то это исследование EMBRAGE 150 дизайн исследования включались пациенты местно распространенной либо метастатической неоперабельной или неоперабельной гепатоцеллюлярной парциномы не получавшись присутствующая системное лечение в удовлетворительном общем состоянии посмотрите степень компенсации цирроза соответствовала A по шкале CHI-LPU стратификация пациента проводилась по региону проживания по наличию или отсутствию макроваскулярной инвазии вне печеночного распространения по уровню альфафета протеина и по общесоматическому статусу пациента 0 или 1 в соответствии с восточно-европейской шкалой рандомизация проводилась в соотношении 2 к 1 для получения комбинации тезовизумаба либо для получения сарафенипа всего в исследовании приняло участие 501 пациент комбинированными первичными конечными точками были обозначены общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования по оценке независимого комитета и в исследовании был обозначен ряд вторичных конечных точек если посмотреть на характеристику пациентов которые приняли участие в исследовании то мы видим что группы сбалансированы обратите внимание что да все пациенты с циррозом соответствующим A по шкале CHLPU 5 либо 6 баллов и вот что интересно что в исследовании принимали пациенты с различными стадиями по барселонской классификации как с распространенным процессом так и с B стадии так и со стадии A пациенты далее принимали участие пациенты с различным уровнем альфа-фетопротеина практически 40% пациентов в группе отеза сбева были с наличием макроваскулярной инвазии более 60% пациентов с наличием вне печеночного распространения неблагоприятная категория больных и та и та категория больных неблагоприятная далее что сказать что включались в исследование пациенты с различным этиологическим фактором цирроза печени как вирусной этиологии так и невирусной этиологии и вот посмотрите на результаты исследования исследование достигло первичной конечной точки медиана выживаемости медиана общей выживаемости при использовании комбинации составила 19,2 месяца и при использовании сарафиниба 13,4 месяца различия статистически значимо достоверны кривые расходятся достаточно рано при использовании комбинации и далее мы видим что на всем протяжении в интервале в интервале 6,12 месяца полтора года мы видим что различия между группами сохраняются и составляют приблизительно 11-13% в пользу использования комбинации по выживаемости без прогрессирования также значимое преимущество комбинированной терапии использования отеза визумаба и бевоцизумаба и на период 12 месяцев мы видим что у третьих пациентов в группе комбинации не наблюдалось прогрессирование заболевания что касается групп пациентов которые наилучшим образом выиграли от комбинации здесь достаточно сложно выделить такие подгруппы больных мы видим что по показателю общей выживаемости преимущество независимо от уровня альфа-фета протеина независимо от наличия макроваскулярной инвазии вне печеночного распространения либо того и другого показателя преимущество было в пользу использования комбинации вот что касательно этиологических факторов то есть не зависело от того что это было какой природой был цирроз гепатит B либо гепатит C то есть преимущество было в пользу комбинации невирусная этиология также получила преимущество правда менее значимое далее не зависело от того какое проводилось ли до этого местное лечение локальное лечение пациента ну и по показателю выживаемости без прогрессирования мы также видим что в общем-то все подгруппы пациентов выиграли от использования комбинации здесь здесь также не было никаких вот таких сюрпризов скажем комбинация везде показала себя лучше и далее вот если посмотреть уже на чистоту и длительность ответа то как по мнению исследований исследователей так и по данным независимого комитета мы видим что комбинация была значимо лучше чем препарат сарафенит и частота объективного ответа при использовании комбинации составила 30% либо более сарафенит здесь конечно значимо проиграл и длительность ответа при использовании комбинации составила медиана длительности ответа составила 18 месяцев выигрышное хорошее лечение есть ли какие-то сюрпризы связанные с нежелательными явлениями да они в какой-то степени есть это те нежелательные явления которые мы знаем которые получаем при использовании антипидиолиадин терапии и антивиджеф терапии эти нежелательные явления конечно же отличаются от использования теразинкиназных ингибиторов и почему частота отмены комбинации чаще в сравнении с теразинкиназными ингибиторами потому что есть возможность регулировать дозу теразинкиназных ингибиторов нет возможности регулировать дозу использования отезолизумаба и либо бевоцезумаба но надо сказать что исследование показало что частота развития нежелательных явлений тяжелой степени при использовании комбинации не настолько высока часто встречается гипертензия связанная с использованием бевоцезумаба которую мы как правило корригируем совместно с терапевтами соответствующим лечением во второй линии терапии гепатоцеллюлярных карцином если переходить что же дальше после комбинации логично наверное все-таки использовать теразинкиназные ингибиторы достаточно много исследований достаточно много подтвержденных терапевтических эффективных терапевтических опций здесь если посмотреть на данные поданализа который проводился на основании шести исследований метаанализ и показал что лучше использовать препарат риграфинип и кавазонтинип хорошая рекомендация и я хотела бы вас поблагодарить за внимание и если есть вопросы здесь наверное Илья Анатольев сейчас как-то это отрегулирует спасибо спасибо большое Алина Сергеевна я не знаю есть ли вопросы у кого-нибудь я в чате вопросы не вижу Ксения Геннадьевна в вашей аудитории есть вопросы нет все готовы слушать дальше но у нас на самом деле есть случаи достаточно интересные для разбора и мы пригласили для этого разбора лечащего врача данной пациентки Дмитрий Сергеевич Пикульна Дмитрий Сергеевич тогда вам слово и тут есть о чем поговорить вот как раз такой один из последних реальных клинических случаев в нашей практике который кстати требует решения вопроса уже сейчас меня слышно громче говорите здравствуйте уважаемые коллеги сегодня я представлю вам клинический случай пациентки которая уже в течение 9 месяцев получает терапию по поводу распространенного гепатоцеллярного рака пациентка 79 лет диагноз гепатоцеллярный рак Т3Н1М1 четвертая стадия метастазы в легкие лимфатические узлы кости BCLCC состояние в процессе терапии по схеме отезолизумаб плюс биоцезумаб с добавлением остеомодифицирующей терапии деносумабом с 7 июня 21 года сопутствующие заболевания это хронический гепатит С с 2012 года хроническая ишемия головного мозга атеросклеротический кардиосклероз артериальная гипертензия хронический гастрит многоузловой зоб и ревматоидный артрит с начала мая 2021 года пациентка начала предъявлять жалобы на боль в области рукоятки грудины постоянного характера при компьютерной томографии органов грудной клетки от 30 мая обнаружено метастатическое поражение легких и небольшой гетроторокс в правых отделах 1 июня произведена корбиопсия опухоли рукоятки грядины обнаружена морфологическая картина метастатического поражения мягких тканей в зоне рукоятки злокачественной пилиальной опухоли при ЭГХ исследовании иммунофенатив в большей степени соответствует метастазу гепатоцеллярного рака выполнена компьютерная томография органов брюшной полости определяется КТ признаки многоочагового белобарного поражения печени с крупными сливными очагами в правой доле лимфоденопатия ворот печени из-за брюшиного пространства альффетопротеин от конца июня на уровне чуть более 4 тысяч на данном слайде мы можем увидеть результаты компьютерной томографии органов грудной клетки и соответственно очаги а также данные компьютерной томографии органов брюшной полости это наиболее крупный очаг на основании данных анамнеза лабораторных инструментальных данных обследований был выставлен диагноз гепатоцеллярный рак Т1Н1М1 четвертой стадии по барселонской шкале соответствует стадии Си далее с 7 июня 2021 года по 25 февраля 2022 года проведено 12 курсов таргетной терапии по схеме отезолизума 1200 мг внутривенно капель на 1 раз 3 недели плюс биоцезума 15 мг на 1 кг внутривенно капель на 1 раз 3 недели на фоне остеомедицирующей терапии Деносумаба 27 января 2021 года проводится очередное контрольное обследование на фоне лечения мы видим что у нас отмечается разонаправленная динамика уменьшение размеров очагов легких уменьшение размеров надиафрагмальных лимфатических узлов справа незначительное увеличение размеров метастаза измененной рукоятки грудины незначительное увеличение размеров кистозно-сольдного образования в шестом и седьмом сегменте печени за счет жидкостного компонента уменьшение размеров остальных гипотенсивных очагов печени уменьшение размеров лимфатических узлов ворота печени и минимальное увеличение размеров МТС измененного параковального лимфатического узла пациента в соответствии с критериями РЕЦИСТ-1.1 констатируется нами как стабилизация на данных слайдах мы также можем увидеть непосредственно результаты компьютерной томографии для органов грудной клетки и для органов брюшной полости для того чтобы более точно оценить динамику по очагам в печени пациентка была направлена на МРТ согласно исследованию 22 марта в ССС-76 в правой доле определяется образование размерами 55 на 55 на 43 миллиметра мозаичной структуры с участками ограничения диффузии с мелкими жидкостными включениями при внутривенном контрастном усилении отмечается умеренное накопление контрастного препарата в солидном компоненте венозную и отсроченную фазу а также слабое контрастирование по капсуле в то же время в период с 4 по 15 марта пациентка была госпитализирована в городскую клиническую больницу имени Ермешанцева с диагнозом инфаркт мозга лакунарный подтип синдром левой среднемозговой артерии от 4 марта правосторонний пирамидный синдром учитывая данную сопутствующую патологию нами было принято решение отложить проведение таргетной терапии на 1 месяц с последующим принятием решения о возможности продолжения терапии с добавлением биоцезумаба по состоянию на конец марта 2022 года получен следующий ответ клинически отмечается улучшение за счет уменьшения болевого синдрома в области грудины и улучшение общего самочувствия которое отмечает пациентка по данным визуализирующих методов обследований мы констатируем стабилизацию а также можем заметить тенденцию положительной динамики за счет уменьшения очагов легких на диафрагмальных лимфоузлах уменьшение размеров очагов в С3С6 печени уменьшение размеров лимфатических узлов ворот печени уровень альфетопритеина на данный момент в районе 860 на грамм на миллилитр планируемая дата следующего контрольного обследования 27 апреля 2022 года что касается переносимости достоверных данных за прогрессирование артериальной гипертензии на фоне терапии биоцезумабом получено не было однако перенесенный 4 марта инфаркт мозга вынудил нас отложить проведение очередного курса таргетной терапии а также задаться вопросом можем ли мы в принципе продолжить у данной пациентки терапию с включением биоцезумаба может быть у коллег есть какое-то мнение по дальнейшей тактике введения этой пациентки вот такой случай это то что мы например решаем сейчас с этой пациенткой в каком она сейчас состоянии на данный момент у нее абсолютно стабильное состояние удовлетворительное ведет дневник давления давление не поводнимается выше 140 каких-то неврологических симптомов у нее также нет ну да то есть пациентке неврологический дефицит разрешился да ну вот такая вот история я не знаю может быть Ксения Геннадьевна или Полина Сергеевна прокомментирует как бы вы поступили бы в такой вот ситуации то есть у пациентки ишемический инсульт возникший не на фоне повышения артериального давления но тем не менее возникли на фоне нет у нее изначально перед началом нашей терапии была хроническая ишемия и он возник без повышения давления то есть на момент когда вызывалась скорая когда пациентку забирали не было отмечено кризер тут два вопроса констатируем ли мы связь с биоцизумабом в отсутствии при том что причинно-следственная связь не очевидна но временная связь то есть определенная и второе что делать дальше а пациентка идет уже шесть месяцев на терапии белая и отеза я правильно понимаю 9 месяцев если мы не считаем март потому что в марте не было введения последнее введение было 25 февраля а первое было 7 июня получается 9 месяцев и ишемический инсульт возник 2 марта 4 марта в начале марта получается пациентке 89 лет 70 70 извините и у нее ответ зарегистрирован максимальный ответ это стабилизация да то есть если судить именно по критериям рецис то мы констатируем как стабилизацию но а давайте попробуем да да извините что хотел сказать то есть мы видим что у нас большинство очагов по легким и часть очагов печени уменьшается у нас идет прирост именно за счет вот этого большого сливного очага с включением жидкостного компонента кистозный компонент там надо смотреть может быть модифицированный рецис критерий кистозный компонент как известно не меряется по модифицированным рецис критериям для гипсулярного рака клинический пациент как я понимаю выигрывал да терапия клинические не жал бы поменьше он уменьшился болевой синдром и общее состояние потому что при начале лечения то есть летом ну ЭКОГ-2 ну это такое уверенное было ЭКОГ-2 если не больше сейчас абсолютно сохранная женщина в состоянии самостоятельно к нам приезжать на терапию вот если мы например сейчас пойдем от обратного вот какие у пациентки есть возможности для терапии если мы прервем в общем-то вот это эффективное лечение и будем считать что инсульт связан с ведением бевоцезумаба то есть продолжать отеза в монорежиме смысла большого нет тогда нужно переходить на теразинкиназные ингибиторы наверное либо переходить на какой-то другой антипедиатин препарат антипедиатин препарат и смотреть дальше на ответ на возможный ответ лечения теразинкиназные ингибиторы мы наверное в этой ситуации отметаем потому что эти препараты в общем-то нежелательное явление связанное с гипертензией при назначении этих лекарств они в общем-то достаточно высоки но я бы например не рисковала сейчас перейти на эту терапию что касается монорежима тут несколько сложнее конечно подумать об этом и все-таки вот тот вопрос который задал Илья Анатольевич насколько связь бево-цизумаба с ишемическим инсультом наверное не настолько все-таки очевидно но просто дело все в том что тут выжидать до следующего введения препаратов даже с условием того что у него неврологический дефицит разрешился но я бы наверное еще подождала все-таки полтора-два месяца пациентки мы тоже собираемся небольшую паузу сейчас сделать чтобы понять как все-таки у нее развивается ее параллельное конкурирующее заболевание но мы рассматриваем в том числе идею монотерапии отезолизумаба вот как вам такая идея есть ли в ней целесообразность ну на самом деле вот насколько я помню было исследование по изучению монотерапии отезолизумаба в лечении гепатоцеллюлярной парциномы и мне кажется там не было такой эффективности высокой здесь здесь вот вопрос стоит ли ну да Ксения Геннадьевна как вы думаете как бы вы поступили ну все-таки мы бы сделали паузу в терапии учитывая что скажем так это острый период ну и честно сказать я бы в своих действиях наверное усмотрела что осложнение это случилось потому что мы вводили биватезумаб достаточно возрастной пациентки и у меня такой вопрос скажите пожалуйста вы не ограничиваете вообще никакие возрастные рамки для пациентов назначает данный вид лечения и учитываете ли вы ну так называемый критерий финансовой токсичности для вашего лечебного учреждения ну честно сказать мы не можем себе позволить назначать 80-летним пациентам лечение как бы прогностически неблагоприятного заболевания когда тот же отезумаб мы можем использовать в лечении у молодых пациентов с раком легкого допустим ну и скажем так мы бы эту опцию наверное вот столь возрастной пациентки с такими рисками развития сопутствующей патологии но мы бы сильно обсуждали чтобы назначить вообще эту опцию ну я могу кстати прокомментировать потому что нам в этой ситуации было проще во-первых у нас нет проблем с отезумабом в Москве для вот этих частых опций где он работает там ну что сказать мелкоклеточный рак легкого например да где мы используем в первую очередь и вот эту пациентку мы обсуждали на общегородском консилиум у нас есть такая структура куда входит и наша больница и МКНЦ имени Логинова где работала Полина Сергеевна и другие онкологические учреждения города Москвы и мы все вместе эту пациентку обсуждали и нам было легко принять решение потому что пациентка перешла к нам уже на фоне лечения этими препаратами из онкологического центра имени Блохина там ее начали там взяли по сути эти риски на себя и там по сути был такой вот момент связанный с риск шерингом что мол токсичность будет или препараты не помогут и зря вообще вылили действительно дорогостоящую схему стоимость лечения огромная вот но на городском консилиуме нам согласовали эту схему и в принципе то по сути то по своей оно и пользу дает по сути прогноз этой пациентки на момент когда она начинала лечение определялся вот этим вот гепсулярным раком а так сейчас по сути мы значит имеем благополучие по гепсулярным ракам но сопутствующая патология вышла на первое место кстати говоря я открыл протокол этого исследования Эмпауэр 150 на основании которого отезобио был зарегистрирован и тут обсуждается опция отмены биоцезумаба с продолжением лечения отезобиазумаба но в рамках протокола понятно что это никак не доказано что это вообще будет работать но тем не менее вот критерии протокола подразумевают такую возможность и вот что касательно протокола и возраста пациента там на самом деле медианый возраст она конечно была значима ниже но там в том числе в исследовании включались возрастные пациенты там в районе 71 года 70-71 год мне кажется в обоих группах были больные а на самом деле вот ну здесь пациентки как-то сложная больная очень сложная потому что на самом деле есть пациенты которые переносят это лечение в возрастной группе достаточно хорошо то есть без вот этих нежелательных явлений поэтому вообще очень интересный случай спасибо большое это просто классно заставляет так подробно чего решаем то вы бы к лечению вообще вернулись бы после например двухмесячного перерыва однозначно вернулись бы деньги на а вот после перерыва обязательно что-что извините после перерыва обязательно то есть ну с учетом всех выводных уже вернулись бы поню поню а правда ставьте на отеза действительно может быть до следующего контроля а там ну все равно в любом случае три месяца до введения там следующего если даже его рассматривают как возможное биоцизумаба должно пройти отеза ничего не мешает ввести пациентке спасибо так коллеги в принципе повестку мы исчерпали то что мы хотели рассказать то мы рассказали Ксения Геннадьевна есть ли у нас какие-то вопросы для обсуждения нет у моих коллег вопросов нет тогда я хочу вас еще раз поблагодарить за то что вы нас пригласили пускай в интерактивном формате но такое время сейчас я хочу поблагодарить Полину Сергеевну которая откликнулась и читал великолепный доклад который с моей точки зрения очень сбалансированный и критически выдержанный и я хочу поблагодарить Дмитрия Сергеевича Пикулина за такой вот интересный живой клинический случай всего всем доброго спасибо 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 спасибо